добрый день любое другое время суток по вашему выбору нас тут произошло такое событие помер известный правозащитник и диссидент сергей адамыч ковалев вот ну каждый может по-своему относиться к данному событию я не скажу что лично я сильно загрустил от этой новости вот ну и хотелось бы немножко обсудить жизнетворчество данного персонажа вот я собственно думал что сейчас придется много чего копать к сетю но на самом деле выяснилось что ребята с рифом вот а именно михаил большаков вот сделали за меня всю работу и принципе вот еще при жизни этого выдающегося человека они собрали в кучку его биографию вот я может быть будут отвлекаться от статьи только там вправо-влево там кучу уточнить может быть какие-то интересные моменты прокомментировать вот так что почитаем до 2 родился 2 марта 30 года в семье железнодорожника сумской области на украине потом переехали подлипки окончил биофак мгу защитил кандидатскую начал заведовать лаборатории но вот как бы не трудилась ему на почве биологии он подался в диссидент и соответственно было дело синявского даниэля он там засветился вот а потом значит стал активным участником диссидентского движения в защиту прав человека ну я опускаю тут портал риафаном такой как бы достаточно резкий русский вот они тут иногда сильно упирают на какие-то националистические моменты я вот это все дело опускаю я просто по фактам и туда вот что касается вот прав человека и все этой темы тут дело в чем дело в том что было принято декларация вон вот о правах человека нашей стране это декларация не нравилось вот соответственно вот и вышинский говорил что это документ имеет ряд крупных недостатков и так далее тому подобное вот и соответственно в нашей стране в ссср вот эта декларация и документы приняты на ее основе не были ратифицированы вот а вот эти вот граждане они постоянно ссылались именно на эту декларацию да то есть типа вот принято такая декларация лучше мы можем говорить все что хотим да ну вот говорили они в основном всякую антисоветчину естественно их за это хватали судили они кричали что вот тут типа зажимают рты а вот все дела то есть у а у нас как бы статью за антисоветскую пропаганду то никто не отменял если ты там например говоришь неправду про советский политический строй там или про скажем правители советского союза да ты получаешь статью вот эти вот ребята они постоянно вот писали там вон и так далее тому подобное а вот тут я немножко отвлекусь вот на этот материал радио свободы дело в том что здесь цитируются некоторые интересные документы вот из того периода который сейчас довольно забавно почитать кстати вот открытое письмо академика сахарова поддержку королева там вот опубликовано в газете русская мысль кстати вот интересно эту газеточку сейчас пробить по-быстрому почитать что это за издание такое интересное вот русская мысль русскоязычная сорок седьмого года выходивший на русском языке в париже газета создалась для борьбы с тоталитаризмом ну то есть это газета была строго антисоветская вот петр струва это вот та самая газетка где появлялись периодически всякие интересные документы за подписью ленина да где он призывал там попов расстреливать а вот то есть монархисты вот и так далее тому подобное вот то есть такие вот интересные люди газеты появились спонсоры и до девяносто первого года газета финансировался государственным департаментом сша правда замечательно да вот ван бунин ван шмелев вот ну вот такие вот люди ну дальше вот все вся тусовка да там служеницын бродский сахаров контроля доблатов не крич резун вот то есть ну замечательное здание да а вот и соответственно она уже в 70-х годах как бы вот с этими всеми ребятами контакт чего вот публиковал их письма и так далее и тому подобное вот ну давайте почитаем письмо сергея ковалева председателю кгб антропова так мне стало известно что комитет госбезопасности попала принадлежащая мне книга александр соженицын архипелагу а к том 2 издательства им к пресс тут надо пояснить что если у него была книга архипелагу акту она находилась у него незаконно потому что во первых у нас не не издавали а вот то есть во вторых ее запрещали к нам ввозить издательства им к пресс известное тоже очень издательство вот это парижское издательство они не советская поэтому то есть ему контрабанды и привели привезли дальше замечательно вы не хуже меня знаете что эта книга основана на исторических фактах и не содержит лжи или клеветы вот это вот молодой биолог но относительно молодой биолог да ему уже 44 года уже не такой молодой вот уже собственно мозги то должен иметь но то есть это вот человек пишет председателю кгб андропов я уверен что как раз председатель кгб андропов знает лучше всех что эта книга как раз основана на лжи и клевете вот ну и соответственно там дальше что кгб там все запрещает и так далее там подобное очевидно естественно и очевидное право каждого человека сохранять неприкосновенность личную библиотеку извините если у вас там контрабандный как бы текст который запрещенной территории страны то это нарушение закона за это одно уже посадить может а вот ну естественно его и посадили потом вот а вот дальше письмо академика сахарова тому же и андропову а вот каждый имеет право читать любую книгу или рукопись и представлять ее для чтения своим друзьям сказанное полностью относится книге соуженица на архипелагу а к рассказывающей о неприглядных но очень существо есть существенных и неопровержимых фактах недавнего прошлого ну какие там были неопровержимые факты мы с вами теперь знаем эту книжку внимательно изучали да вот соответственно в этой книге есть только один по моему неопровержимый факт из нашего недавнего прошлого именно то что служеницын это враль каких мало то есть и вот и вот опять идет до что каждый имеет читать имеет право читать все что угодно и все что угодно давать читать друзьям это не так запрещенную литературу законом читать нельзя и распространять нельзя и ввозить ее в страну нельзя ну соответственно вот эти два человека сергей ковалев и андрей сахаров предстают перед нами как либо провокаторы которые пишут председателю кгб вот либо как идиот который просто не знаю законов не знают или что-то но они же все интеллигентные люди они все состоят во всяких вот обществах да там вот как они там называются вот эти вот все все тусовки в защиту прав человека там потом хельсинская группа будет и так далее там подобное то есть они прекрасно знают что эту литературу распространять на территории ссср нельзя и они пишут об этом председателю кгб вот ну либо идиот либо провокаторы учитывая что эти письма сразу печатаются в западной прессе то есть они как-то их все перекидывают за кордон провокаторы вот вот и все вот это вот молодость героя так сказать вот потом они там начали издавать значит хронику текущих событий то бюллетень такой ну вот это как раз 71 по 74 вот и вот его приняли вот всем четвертом году и осудили соответственно на семь лет вот ну человек затихарился но вот восемьдесят седьмом году только вылез там даже не восемьдесят первым не восемь сторон то не 85 а только восемьдесят седьмом то есть уже увидел горбачева там до подождал посмотрел и тогда вот вылез а вот соответственно опять сахаров тут поучаствовал замечательный вот именем которого сейчас улица где там вашингтоне названа на вот выдвинул свою свою кандидатуру на выборах народных депутатов ссср и был избран ну да тогда была мода на таких с подачи михаила сергеич а вот ну естественно тут же стал писать свою декларацию прав человека и гражданина вот ну тут в статье интересно подмечают да что он же входил группу по созданию закона о чрезвычайном положении который ельцин использовал для того чтобы разогнать парламент девяносто третьем кстати я вот не слышал чтобы сергей адамыч будучи видным правозащитником открыл бы свою пасть на тему того что там вот при вот этом вот разгоне да по официальным данным там убили сто тридцать восемь человек по официальным больше вот я как-то вот не слышал о том чтобы он что-то по этому поводу говорит вот может быть его все устраивало вот ну естественно за беловежские как бы соглашение и так далее там подобно а вот это вот интересный эпизод которым тоже поподробнее остановимся немножко есть любопытные моменты вот дело в том что он в девяносто первом году вписался за япончика за вячеслава и ванькова да вот ну тут говорят что ковалев бездумно посчитал его жертвой системы но если мы почитаем вот хотя бы википедию до про япончика вот то мы увидим что но тут пишут что ковалев за освобождение там не ходатайствовал а там просил чтобы того перевели ну не переводили в зону в которой вы не любили но все равно вписался как бы а дело в том что япончик он же был не чужд вот представителем нашей творческой интеллектуальной элитки да вот иосиф кобзон розенбаум святослав федоров офтальмолог футралан быков да то есть у него завязочки то были вот верхах вот в этих вот кругах замечательные вот его нам все знали несмотря на то что япончик это был убийца вот ну по потом он стал еще наркоторговцем вымогателем и так далее тому подобное то есть но это был вот реальный бандос то есть не какой-то даже там грязный бизнесмен а конкретно бандиты убийцы вот его в этих кругах хорошо знали я не удивлю что вот если все эти ребята у него там пели на каких-нибудь мероприятиях и так далее 90-е годы это было нормой вот и я очень сильно сомневаюсь что сергей ковалев ошибочно писался за япончика там посчитав его кем-то кем тот не являлся все он прекрасно знал вот потому что все это прекрасно знали надо было быть полным идиотом чтобы не понимать кто такой япончик а вот да вот тут вот еще пеночка про похороны япончика а вот естественно прощание с усопшим в храме на ваганьковском кладбище там батюшки все отслужили все как надо но там да там было шоу по моему даже видел есть на ютьюбе а вот ну и соответственно летом 2011 года могиле был установлен памятник я отмечу что памятник установлен в 2011 году до вот то есть про япончик уже все все знают у нас уже путин вот как бы во весь рост и кто устанавливает памятник устанавливают вот советский российский скульптор александр рукавишников руководитель персональной мастерской до в художественном институте имени сурикова лауреат государственной премии российской федерации 2021 года то есть это уже после того как он поставил этот памятник вот ну понятно ленинский комсомол он там молодой был 26 лет там все дела он тогда еще с япончиками видимо не общался вот автор массы всяких памятников замечательно вот я не знаю вот шелхов наверно в гробу перевернулся когда узнал что тот же самый архитектор который ему памятник ставит ставит памятник убийцы наркоторговцу причем зная что это убийцы наркоторговец да но деньги как говорится не пахнут но это такое будет творческое отступлением про нашу интеллигенцию так сказать просто такой для колорита собственно можно продолжить да то есть потом был эпизод с чеченской войной вот по эпизоду чеченской войной есть масса воспоминаний в сети людей которые там с ковалевым вместе работали ну естественно представители мемориала там журналистов там всяких вот которые рассказывают какой он был хороший вот и как он там болел за то чтобы всех отпустили и так далее тому подобное а вот но тут есть просто один жесточайший индикатор то есть любого участника чеченской войны вот с нашей стороны то есть кто там воевал солдатами или кто туда ездил там составе омона там или еще что-то любого спросите кто такой сергей адамович ковалев вот когда минут через двадцать вот матерная цитата кончится да я думаю вы поймете вот что люди вот которые там были реально они относятся к сергей адамович совершенно определенным образом вот и но много рассказывают о том да как он там был вась вась просто вот с этими всеми чеченцами да судаевым с басаевым потом вот есть в сети там не стенограммы но такие по воспоминаниям записи о том как он разговаривал с басаевым он с ним на ты вот как с друганом да вот общался но вот как он там призывал сдаться наших солдат сказал говорил что с ними ничего не случится а потом их сажали в ямы отрезали им голову там так далее там подобное но я дам ссылку на статью тут все эти цитаты есть как бы так далее да то есть в июне 95 года дудаев признавая заслуги ковалева наградил его чекирийским орденом рыцарь чести то есть орденом непризнанного государства да вот то есть человек конкретно был на той стране и так далее там подобное да можно еще вспомнить теракт буденовский известного захват заложников очень многие любят упоминать что вот он там типа сам сдался там и сел в автобус другими заложниками и так далее там подобное но тут не надо путать дело в том что другие заложники тогда это были заложники вот а вот этот вот гражданин вот он был другом для 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 этих головорезов которые заложников захватывать он был для них свой парень это был человек который их защищал всю дорогу и отмазывал вот поэтому ему там абсолютно ничего не угрожало но кроме какой-то случайности да то есть если других заложников там стреляли да они там много трупов из буденовского вытащили потом вот то вот этого гражданина никто бы стрелять не стал всего наоборот бы начали охранять ну и замечательное заявление по нор доступ как же можно было хотя бы в интересах правосудия не задержать и поубивать всех вот то есть ну опять человек действительно это или старческий маразм или идиотизм вот то есть но в таких ситуациях как бы давайте будут решать все таки люди тренированные обученные вот как там что делать да вот ну слава богу хоть он сам туда не поперся в этот норд-ост вот ну и последнее время видимо вот это вот его позиция ну у нас сейчас немножко тренды поменялись да то есть и вот всякие такие упоротые западники типа типа ковалева да вот всяких похожих ребят там не знаю там касьянова немцова там еще кого-нибудь да вот отбитые на башку они как бы немножко стали непопулярны их так аккуратненько отодвинули поэтому последние годы об этом персонажа вот слышно ничего не было вот ну вот теперь он помер вот возрасте девяносто двух лет остается только удивляться как вот эти у этих людей с их отсидками всяческими да то есть и так далее какой у них у всех здоровье хорошее вот это вот госпожа алексеева да тоже недавно померла которая путину руки целовала вот тоже очень старенькая была ну можно и сайчев вспомнить который после ракового заболевания которое ему вылечили проклятые коммунисты вот сколько он еще протянул вот ну и это 92 года крепкий вот ну вот такие вот ребята они почему-то всегда крепкие видимо вирусы их боятся бегут от них вот так вот все что я имею сказать про сергей адамович ковалева опять же повторюсь грусти я не испытываю никакой всем добром будьте здоровы